Добрый вечер! Меня зовут Надежда Шабалина и вы смотрите программу «Журсовет». Сегодня мы будем говорить о готовности города к зимнему сезону. Сегодня в студии на эту тему с нами согласился пообщаться Константин Сичихин, член Общественной палаты Кировской области. В студии присутствуют мои коллеги Екатерина Зубарева и Ксения Фрик. Всем добрый вечер! Добрый вечер! На данную тему мы решили пообщаться в связи с тем, что вчера, если неправильно поправьте, в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ прошло совещание на тему подготовки нашего города, точнее на тему отопительного сезона, который уже проходит в нашем городе. Хотелось бы кратко услышать о проблемах и о результатах, которым вчера пришли. По сути, этот год мы заходим лучше, чем в том году, по крайней мере, так утверждает и теплооснаживающая компания, также утверждает и управляющая компания, также утверждает и администрация города Кирова. По сути, со слов администрации, что этот год, он правда лучше, но проблемы существуют. Проблемы существуют и от них никуда нам не деться, потому что они, как ком, накатываются каждый год. Например, со слов же представителей теплооснаживающей компании, у нас каждый год порядка на 10-15% увеличиваются аварии на сетях. Это практически мы каждый год идем к какому-то знаменателю, что наступит тот день, когда у нас этих аварий, ну, либо сетей не станет, либо у нас все сети будут просто в заплату. То есть, независимо от того, что они пытаются регулярно ремонтировать трубы, все равно каждый год на 15% больше? Ну, это такая же, я могу вам параллель провести с дорогами. Чтобы мы не пытались бы делать дороги, да, каждый год латать ямы, латать ямы, у нас каждый год дороги становятся дырявые просто-напросто. Так же и здесь, в данной ситуации. Как бы мы не пытались латать дыры в трубах, они все равно будут дырявые, потому что только новые трубы и только новые дороги будут служить очень долго. И в данной ситуации мы все равно приходим к выводу, что тепловую сеть города, ну, трубы, проще сказать, да, их надо менять. И менять не таким образом, как сейчас происходит, а именно вот вкладывать там минимальными денег, устранять какие-то минимальные неисправности, менять какими-то небольшими кусками сети, а именно на сегодняшний день надо приходить в городу к выводу, что надо подписывать какое-то государственное частное партнерство с теплоснабжающими компанией, вот, ну, проще сказать, консессию. Все стороны готовы на это? Вот знаете, как бы, мы уже не первый год об этом говорим, да, уже и в том году говорили, и позатом году говорили, что нам надо подходить к консессии по тепловым сетям, но город, он как-то так топчется на одном месте и точно и не может сказать, да, мы там вот что-то сделали, но не в этом году, да, мы вот в этом году еще что-то сделали к этому, как бы приближаемся к консессии, но опять не в этом году. И в этом году опять Кошурников говорит, что мы опять что-то сделали, но давайте подумаем еще, а надо ли нам консессию. Но с другой стороны, он тут же, когда в ходе диалога с ним общаешься, он также говорит, так-то консессия нужна, потому что все понимают, что не сегодня-завтра наступит тот день, когда мы вот эти по 10-15 процентов мы достигнем до такого пика, что тех денег, которые вкладываются в сети, сейчас в рамках договора аренды с администрацией теплооснабжающей компании, да, их просто не будет хватать. Либо придется изыскивать отдельные какие-то средства, да, либо придется отдельно каким-то образом, ну, там, из бюджета дополнять, еще каким-то образом, да, ну, вариантов, конечно, их много, но самый оптимальный вариант мы видим, как общественная оплата на сегодняшний день, это, конечно, подписание договора консессии по тепловым сетям в городе Кирове. А что она даст? То есть это из бюджета будут деньги выделяться? Нет, это консессия, это не говорит о том, что бюджет каким-то образом пострадает. Это, конечно, даст небольшое повышение тарифа на тепло. Почему? Потому что консессионное соглашение, оно будет прописано не на год, не на два, не на три, а там вплоть до десятилетия. Вот, в рамках консессионного соглашения деньги выделяет инвестор, именно консессионер, который будет подходить под этот договор, да, и он в данной ситуации должен прописать в рамках договора порядок действий, которых он будет предпринимать. Ну, это проще сказать, порядок тех сумм, которые он будет вкладывать в сети в течение всего договора-концессии. А потом эти средства ему будут обратно возвращаться. Да, потом эти средства ему возвращаются в рамках тарифа, потому что тариф будет немножко выше того уровня, который есть. Плюс за счет экономии, так как энергопотерей будет намного меньше у него по сетям. Тем образом он сэкономит на новых сетях, и таким образом он эти деньги, как говорится, себе обратно заберет, те, которые он вложил. Данный пример у нас сейчас успешно, ну, по крайней мере, говорят, успешно применяется в Ижевске. У нас же постоянно идет сравнение там даже с соседними городами, особенно с Ижевском. Тут товарищ Симаков, руководитель Первомайской территории управляет, нас сравнил по благоустройству территории, по уборке снега с Ижевском. Сказал, что вот там, смотрите, денег сколько выделяется. Так также нас сравнивают и по тепловым сетям, по качеству тепловых сетей на сегодняшний день с Ижевском. И вот у них уже как минимум год, вот этот год, у них действует конституционное соглашение. Уже начало действовать конституционное соглашение. Они его подписали. Конечно, подвигло подписание конституционного соглашения в Ижевске. Это тот кризис, который у них сложился в 2015 году, когда там у них были большие аварии на сетях. Ну, я надеюсь, что мы не таким образом придем к подписанию конституционного соглашения в городе Кирове, а разумным образом не авариями, а именно администрация, новая глава администрации, который будет в ближайшее время избран. Но при этом они ведь тянут. Почему тогда? Да, какие-то, может быть, минусы есть? Из-за чего они не соглашаются на подписание? Мне кажется, люди будут против повышения тарифов. Вы же знаете, как остро у нас реагируют жители на любые повышения? Я с вами согласен. Но понимаете, как бы в данной ситуации у нас все хотят получать качественный ресурс. Тем самым жителям надо донести, что при улучшении сети качество ресурса будет лучше. Это значит, будет меньше тепловых потерь. Ну, потери именно не то, что при входе. Как у нас измеряется тепло в доме? Стоит тепловой датчик, который берет при входе и измеряет температуру. Правильно? Поставляемое тепловое, ну, проще сказать, поставляемое, по сути, поставляемое тепло. И чем качественнее будет поставляться этот ресурс, тем теплее будет в квартирах. Проще так сказать. И людям надо объяснить по этому поводу. Ну, и, конечно, они должны смотреть за своими, а стоит ли у них в доме датчик. А не так, как это вчера тоже вопрос поднимался на Центре общественного контроля. По поводу управляющей компании. Та информация, которая была в сетях, в сети, да, интернет от нашего общественника. То, что в одной из управляющих компаний есть проблемы с датчиками. То, что они их там не поверяют, либо еще каким-то образом. Вчера этот вопрос поднимался. И управляющая компания подтвердила данный факт, что проблема есть с этим. То, что, ну, они переложили вину, конечно, на обслуживающую компанию, которая за этими датчиками, которая их просто-напросто обслуживает, что они вовремя их не успели поверить. Ну, вот тоже еще ситуация. Причем перерасчет людям делать не будут. Конечно, вопрос-то, да, перерасчета не будет, так как датчик не поверен. Они, извините, уже по повышенному тарифу. Вот у меня, например, если дома датчик работает, да, то все замечательно. Приборы работают, я в квитанции получаю другие суммы. А почему люди-то должны страдать-то в данной ситуации? И вот это все складывается к одному. Понятно, с сетями есть проблемы. Понятно, надо делать концессию по сетям. Понятно, что к этому надо идти. И идти желательно. Понятно, что в 2017-2018 году в этот отопительный сезон ни о какой концессии мы думать не можем, так как отопительный сезон уже приступили, вошли уже в отопительный сезон. Но у нас никто не запрещает за этот период времени подписать это конституционное соглашение. Готовится, да? Конечно, готовится. Есть образцы, есть договора. Найдется инвестор? Ну, у нас основная теплооснабжающая организация в городе Кирове, она с удовольствием готова подписать конституционное соглашение на сегодняшний день. И вчера они этот вопрос тоже поднимали, но не в прямом смысле, конечно, но они тоже какими-то путями идут к этому. И мы с ними вчера договорились, что все вероятнее где-нибудь в конце октября, в начале ноября мы съездим в Ижевск, посмотрим, как общественники съездят, посмотрят, как все-таки там протекает выполнение конституционного соглашения со стороны местного конституционера. Какие плюсы, какие минусы столкнулись, потому что, опять же, я склоняюсь к дорожной теме. Большой минус этой всей ситуации, это будет то, что наши свежие дороги начнут раскапывать, потому что объем прокладки сетей будет огромный. Это не те цифры, которые делают сейчас, в два-три раза увеличится прокладка сетей, а потому что конституционер должен будет в рамках консессии в течение пяти лет максимально все сети обновить. И это, знаете, он сразу в течение пяти лет будет максимально перекапывать весь город, перекапывать и заменять все трубы. Но это надо делать, да? Но у нас опять непродуманно получается. То есть мы сначала сделали, потом раскопали. Конечно. И так всегда. Я вчера как раз и задавал вопрос, так давайте мы все равно все понимаем, и администрация понимает, и общественность понимает, и ресурсоснабжающая организация понимает, что мы все равно придем с вами к консессии. Так давайте мы ее, если есть Ижевск, пример, ну самый ближайший, я не только Ижевск, там еще не один город уже эту консессию подписал, но из ближайших городов это Ижевск. Так давайте съездим в Ижевск, посмотрим примеры. Мы Кашурникова пригласили в Ижевск, тоже давайте съездим заодно и посмотрим благоустройство дворов, дорог, как там чистят, ну вот все куча, но чтобы не просто по одному занятию ехать, по одному мероприятию. Давайте это все вместе съездим, и, конечно, посмотрим, посмотрим плюсы, посмотрим минусы, с чем мы можем столкнуться в данный момент, потому что говорить о том, что мы не делаем, это неправильно, надо сначала съездить, посмотреть, да, и говорить, а потом уже понять, с какими минусами мы столкнемся, с какими плюсами мы получим в данной ситуации, да. Из-за этого, по крайней мере, у нас есть пока большое желание и решение, что мы едем в Ижевск, смотреть, как протекает консессия на сегодняшний день. Ты согласился с сам Каширником? Ну, да, он изъявил желание, говорит, давайте съездим, как бы, он за, заодно, говорит, ты вот посмотрим, как там тротуары чистят. Надо зимой, прям уже глубокой зимой ехать в декабре. Ну, там проблема в том, что у нас сейчас ситуация, нам надо ехать сейчас, так как у них такая же, ну, климатическая зона одинаковая. Мы рядом, соседи. Да, и у нас, по сути, как у нас сейчас прокладка сетей завершается, так и у них прокладка сетей завершается. Все равно хочется не только посмотреть на цифры, графики работы, посидеть в кабинете, охота выехать на объект, посмотреть, какими трубами они там прокладывают сети, какими объемами это делают, да, и поочию посмотреть. И не страдает ли их ремонт? Да, и не страдает ли их дорожный ремонт, потому что они так же живут, как и мы. У них такой же объем ремонта уличной дорожной сети в этом году проходит, да, и они ничем не отличаются от нас. Это не другая сторона, это практически одна параллель у нас на сегодняшний день. И нам надо просто брать пример, не пытаться изобретать свой велосипед, да, а брать пример и идти по какой-то дороге, которая на сегодняшний день протоптана. Вот и все по поводу тепла. Ну, вот у нас следующая тема, да, вот в рамках подготовки города к зимнему сезону, это подготовка техники, очистка дорог. Я думаю, что к этой теме мы вернемся через буквальную минуту. Не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Напоминаю, вы смотрите программу «Журсовет» и сегодня мы говорим о подготовке города к зимнему сезону. До перерыва мы остановились на подготовке техники, на подготовке нашего города к чистке от снега нашего города. Вот хотелось бы, Константин, у вас спросить, как у нас с этим обстоятельством. То есть с отоплением мы все поняли, вроде бы хорошо вступили, но есть проблемы, да, всегда. Что у нас с техникой и готов ли город к снегопаду? Так, я думаю, что, как это обычно бывает, город не был готов к снегопаду. Как обычно нам скажут, что мы нежданно, негаданно откуда-то появился снег. Какие, кстати, прогнозы? Я слышала, что уже в эту пятницу. Да, кстати, уже в эту пятницу у нас будет дождь со снегом. Вот и посмотрим, насколько наш город будет готов к уборке снега на сегодняшний момент. При том, что тот контракт, который торговали на 9 миллионов, уборки снега, да, 9,6 миллионов. По прогнозам подрядных организаций, если у нас будет обильный снегопад в первое время, да, их хватит максимум на две недели. А давайте послушаем. Вот эти суммы. И дальше, а дальше, я не знаю, город будет дальше, наверное, откуда-то искать деньги, чтобы каким-то образом убрать город. А давайте послушаем, что говорит Андрей Петрыгин, замдиректора спецавтохозяйства. Более, так скажем, оптимизацию маршрутов сделаем. Соответственно, ну, постараемся, и те, которые ошибки допускали в том году, в этом году их устранить. Если лимиты снеговывозки позволят, то, соответственно, будем все содержать в допустимых требованиях ГОСТа. Соответственно, снег будет оперативно вывозиться, и проблем со складированием снега его не будет. Снег будет активно вывозиться? Будут учитывать ошибки прошлых лет, ну, вот предыдущего года? Конечно, конечно. Первые две недели снег будет активно вывозиться. Чем активнее они вывезут снег, тем больше денег они заработают. Это одна... У нас же, понимаете, каждый куб снега стоит денег. Это не то, что вот им дали участок, и ты должен его чистить, чистить, чистить. У них в рамках контракта же четко прописано, вот там на 9,6 миллиона надо вывезти столько-то кубов снега. То есть объемом оценивать? Да, конечно же, оценивать с объемом. Вот они вывезут этот объем, активно вывезут этот объем, да, все, деньги закончатся. Дальше они уже будут вывозить в долг. Ну, администрация уже, по сути, для администрации, да, вот. И все, и опять будет та ситуация, которая будет в том году, которая была поза в том году. А какая тогда должна быть схема? Вот верная. Во-первых, должен быть четкий учет объема вывоза на снега. О том, что мы говорили в этом году, когда мы проанализировали весь вывозку снега, да, о том, что у нас практически объем снега не учитывается, ну, как бы он учитывается в кубах, каким-то образом, там, линеечкой автомобиль промеряют, понимают, что вот здесь 19 кубов, здесь 20 кубов, и эти машинки каким-то образом, вот эти 19-20 кубов по городу перемещают. С одного места, да, место складирования снега, я даже не скажу, до места полигона, потому что это не полигоны, это просто место складирования снега, да. Вот. Должно быть, по-нормальному, если это как минимум в тоннаже должно быть мериться, да, должны быть весовой контроль стоять, и тогда мы с вами будем учитывать, сколько все-таки в тоннах, потому что снег у нас бывает сырой, бывает сухой, как бы все зависит от этого, да. По наполняемости машина также может больше-меньше увезти. Самый оптимальный учет, как мы считаем, как общественность, да, что это снег должен учитываться в тоннаже, ну, в тоннах, проще сказать, да. Это именно весовой контроль. На месте складирования снега машина проехала весы, вот она заехала полная, вот она заехала пустая. Тогда мы сразу с вами будем сверять, сколько тонн заехало. Давайте мы просто с вами возьмем параллель, например, с сельскохозяйством, да, когда собирают там пшеницу еще каким-то образом, никто же в кубах ее не считает, сколько вот кубов, она же тоже проезжает через весовой контроль, ну, примером просто, да, и элементарно везде, где идут транспорт, вывозят, завозят какой-то груз, везде идет тоннаж. Но вы же еще в прошлом году об этом говорили, получается, к общественности не прислушались. Ваше слово ничего не значит. Ну, получается, как бы, да. Они в прошлом году согласились, что так действительно... Они согласились, да, надо, но, понимаете, нет денег в бюджете. У них нет денег на снег, который надо вывести в этом году, хотя они закончились уже в том, в этом году деньги закончились на снег. Тут нужны деньги, чтобы поменять кубы на тонн? Здесь нужно, во-первых, оборудовать правильно площадку, это должен быть заинтересован, какая-то из подрядных организаций, они в этом не заинтересованы, им интереснее так работать, так больше можно, как говорится, списать лишний раз, да, а никто грамотно не проследит. Кто бы там ни говорил, там дирекция дорожного хозяйства, специалисты, что они там каждый день сидят там в этих, в пунктах контролях и контролируют каждую машину, да мы подтверждали, что никто не сидит и сидеть не будет, потому что это, как минимум, четыре полигона на территории города Кирова, на каждые четыре полигона нужно, как минимум, по четыре специалиста круглосуточно, чтобы они сутки через трое работали, да, ну, сами понимаете, им надо платить зарплату, кто этим будет заниматься, это получается порядка там 16-20 ставок, это надо еще выделить дирекции дорожного хозяйства, чтобы они сидели и кровопотливо контролировали учет, также такой же человек должен быть на месте приемки, ну, погрузки, такой же человек на месте разгрузки, да, ну, кто этим будет заниматься, ну, давайте о вещах говорить реальными словами, да, а не как нам там пытаются влить в уши, проще сказать, да, на сегодняшний момент рассказать сказки, что у них это происходит все замечательно и все они контролируют, да, а по факту, а по факту происходит так, как есть, в бюджете дыра, контроля нет никакого, город как утопал снегу, так и будет утопать снегу. Хорошо, ну, вот буквально сегодня представители общероссийского народного фронта сейчас зачитаю, вот они пишут, условия муниципального контракта не позволят администрации Кирова качественно проконтролировать уборку снега в этом сезоне, то есть они говорят о том, что система спутниковой навигации, которая должна стоять в каждой снегоуборочной машине, в этом году она вообще, вот эта система не предусмотрена. Так он контракт, он не изменился, она и в том году не была предусмотрена. Но в прошлом году была эта система. Ну, она, понимаете, она была предусмотрена, что оборудование, транспортные средства должны оснащены быть этим оборудованием. Ну, оснащены. Была же карта, есть карта? Да, карта, ну, да, замечательно, карта есть, машины оснащены этим оборудованием. В одном месте там они где-то ходят? Да, в одном месте они ездят, каким-то образом там учет идет, мы неоднократно подтверждали, что карта, она не работает в том, как требуется, там нет истории, например, периодически, она то пропадает, то появляется, да. И сейчас мы тоже понимаем, что они не хотят стремяться, они не хотят администрации города в лице там дирекции дорожного хозяйства, или еще, они не хотят развиваться просто-напросто. Вот они топчутся на одном месте, и, наверное, дальше будут топтаться, да. А город требует развития, требует развития, требует введения каких-то новых правил, игры, проще сказать. Но сейчас же к власти пришли другие люди, может быть, что-то поменяется, есть надежда. Вот сейчас и посмотрим, насколько поменяется, но пока суждения новой главы города, они, в моем плане, да, они с какой-то точки зрения приятные, да, там, она говорит о том, что хотелось бы видеть чистые тротуары, хотелось бы видеть чистые дороги, чистый город. Ну, если хотелось, так посмотрим. Я сейчас предлагаю вспомнить, как у нас выглядели дороги в прошлом году, в прошлом сезоне. Константин, я вам задам вопрос. Как вы думаете, чтобы избежать вот такого в этом году, как стоит контролировать, что стоит делать, что ввести стоит? Ну, во-первых, вот, чтобы город в таком снеге не утопал, надо приводить к комплексному подходу, не только, как мы сейчас любим, любим слово говорить, комплексный подход, да, такой же комплексный подход должен быть и к уборке снега. Это, во-первых, все зависит не только от подрядных организаций, которые убирают улицы, это все зависит и от управляющих компаний, которые убирают дворы. Надо их заобязывать, чтобы они снег не просто расталкивали по дворам, чтобы вы там утопали, когда из дома выходите, у вас там горы вокруг, чтобы они этот снег увозили. Да, конечно, они сразу говорят, так это же на содержание общего домового имущества, на тариф падает, да. Ну, у нас есть много примеров других городов, когда там для управляющей компании в это же вывозка снега, она была грубо... Они оплачивали только транспортные расходы, да, сам снег они не оплачивали, ну, складирование снега на полигоне, это потому что тоже стоит денег, да, тем самым там субсидировал бюджет. Вот есть такие хорошие примеры, да. Притом мы с вами, они еще ни разу не показали те цифры, которые есть, сколько мы раз не просили, а покажите реальные цифры, сколько вы тратите на уборки снега в таком-то придомовой территории, да. Так от управляющей компании, ну, они не открывают, как говорят, вот эти бюджеты. Сколько они все-таки тратят, да, там, ну, есть приблизительные цифры, посмотрите там, посмотрите здесь. Но надо хорошие примеры. Вот одна из управляющих, крупных из управляющих компаний показала бы пример, как они убирают дворы, как они вывозят снег, и как чисто в этих дворах. Так я не думаю, что весной мы утонем даже во дворе, а потом уже в дальнейшем, конечно, браться за подрядные организации. Если во дворах будет чисто, тогда и улицы будут чище убирать, потому что этот снег, у нас же как еще бывает, вот мы сталкивались с такой проблемой, когда подрядная организация обвиняет управляющую компанию, которая этот снег пытается вытолкать на основную улицу и говорит, вот у меня был объем снега 100, а вот они вытолкали сюда, и вот так стало, объем увеличился снега. Так с одной стороны, это же хорошо, чем больше снега они увезли, чем больше денег они заработали, если быть честным правильно, так может быть, как-то прийти к какому-то к общему знаменателю, пусть они выталкивают этот снег на общую дорогу, эти будут больше зарабатывать из этого объема снега. Ну, а у нас же не пытаются даже эти проблемы решать. Просто любят друг друга обвинять, говорить, нет денег, не хватает там, не хватает здесь. А положительных эффектов и положительных моментов в работе мы не видим. Не в этом году, я думаю, мы тоже не увидим, потому что, ну, пока ничего не меняется. Нет никаких, как говорится, нет никаких посылов для того, чтобы что-то поменялось. Ну, то есть, в прошлом году, по-моему, для того, чтобы контролировать, насколько у нас крыши почищены, там внедряли квадрокоптеры, ну, то есть, вот какие-то вот такие системы. То есть, вы думаете, что не с техники, не с нововведений каких-то, да, надо начинать, надо систему менять? Нет, во-первых, надо менять систему. Это уже всем ясно и понятно. Конечно, квадрокоптеры, это хорошо, но одним квадрокоптером весь город не облетишь. И при том, что те квадрокоптеры, которые водили, они точно не на бюджете города Кирова, ну, не муниципальные, да, это просто, просто частные лица, да, решили изъявить желание, запустили квадрокоптер и показали, да, либо там управляющая компания покупала себе квадрокоптер и, как говорится, для своей работы, по сути, это проблема управляющей компании, чтобы крыша этого дома была чистая. Потому что мы с вами в том году столкнулись с теми проблемами, которые есть при падении снега, да, происходят, как люди просто-напросто погибают из-за халатности каких-то сотрудников. Мы теперь каждый год с этим сталкиваемся, да. Так, может быть, управляющим компаниям-то надо задуматься все-таки, либо им дороже нажива, либо им дороже люди на сегодняшний момент, да. И вот эти все моменты им нужно сопоставлять. И тем самым мы с вами придем к какому-то общему знаменателю по уборке улиц. Ну, это все в едином. Это понимаете, как бы снег, он не только у нас на тротуарах и на дорогах, он также и на крыше, и в дворовой части находится, да. Он никуда не делся. Понятно, тот объем снега, который падает в городе Кирове, это огромный объем, там, порядка трех миллионов кубометров снега, там, ну, примерно делали подсчет, там, колоссальные деньги, ну, не то, что колоссальные кубы, проще сказать, да, объема снега, и на это нужны колоссальные деньги, да. Но каким-то образом же другие города справляются с этими проблемами, да. А есть какие-то альтернативные способы? Я знаю, что есть техника, где можно плавить снег, то есть не выводить. Да, конечно, есть. Есть, есть, можно ставить не место складирования снега, есть снегоплавительные машины, но опять же мы с вами приходим к проблеме ледневок. Куда девать этот снег, который павился, да. Выводить воду уже, замкнутый круг. Я говорю, у нас, вот мы изучили сейчас на сегодняшний день все, начиная там, мы в центре общественного контроля разбирали крыши, разбирали дворы, как уборка это должно произойти. Получается, все взаимосвязано. Все, да. Мы изучили в этом году в рамках рабочей группы при общественном палате, каким образом прибираются уборкой улиц, тротуаров, да. Мы изучили в рамках общероссийского народного фронта все-таки, что такое у нас полигон, снега, снегополигон, по сути, получается. Это не полигон, немецко-складильный. И как все-таки у нас идет учет этого снега на этих полигонах, да. И мы с вами понимаем, что это все взаимосвязано. И нельзя брать по частичке, вот здесь что-то поковыряемся, там поковыряемся, а в общем-то мы ничего с вами не решим. Из-за этого и не нам надо даже решать, а тем, кого мы избираем на сегодняшний день это те депутаты, которые избрались в Кировскую городскую дому, да, и новой главе. Ей надо все-таки решать эти проблемы. Мы будем очень надеяться, что и нас услышат, и вас, как общественников, да, услышат новое... Хотя бы в следующем году. Не, мы не будем останавливаться, мы как работали в этом направлении, так и работаем. Если к нам будут прислушиваться, то будет положительно. Не будут прислушиваться, ну, значит, не будут. Значит, будем... Будем. Будем работать дальше. Константин, спасибо, что пришли. Напомню, сегодня у нас в гостях был Константин Сичихин, член Общественной палаты Кировской области, и мы говорили на тему готовность города к зимнему сезону. В студии работали мои коллеги Екатерина Зубарева, Ксения Фрик, меня зовут Надежда Шабалина. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин